В 2008 году на Всемирном форуме Ярославля руководство страны прямо заявило, что страну загнали в тупик, что ее поразила коррупция, что нужны экстренные меры для усиления борьбы с этим жутким и страшным явлением. Казалось бы, прошло несколько лет и можно было бы уже унять и коррупцию. Тем не менее, сейчас идет расследование по оборонсервису. Уже доказано, что в результате коррупционных схем и взяток украдено 6,7 миллиарда долларов. Думайтесь, сумасшедшая цифра. Наша молодежная группа, комсомольцы и молодежь, студенты МГУ, ЕМО и целого ряда других университетов в январе месяце проявили инициативу. Они предложили в интернет-сети собрать подписи с обращением к президенту, к Думе и к Совету Федерации о том, чтобы ративицировать 20-ю статью Конвенции ООН, которая требует прекратить незаконное обогащение прежде всего чиновников. Этой статьи наши чиновники боятся, как черт ладана. На сегодня мы собрали 115 тысяч подписей. И вот наша молодежная бригада сегодня готова представить эти подписи общественности и сдать эти материалы для того, чтобы их рассмотрела руководство страны, Государственная Дума и Совет Федерации. В январе месяце, как сказал Геннадий Андреевич, был начат сбор подписей за ратификацию статьи. Значит, это была идея инициативной группы. Собрано 115 тысяч подписей. Эту инициативу поддержали сотни ведущих вузов России, общественные организации, политические движения. Это позволило нам собрать все эти подписи. И здесь нужно выразить огромную благодарность этой инициативной группы и ведущим вузам. Мы обращаемся ко всем депутатам всех фракций Государственной Думы с просьбой поддержать данный вопрос ратификации 20 статьи Конвенции ООН, ввиду того, что он уже назрел в стране. И действительно, если этого не сделать сейчас, то уже дальше будет поздно. И вчера фракция Компартии вот написала вот это вот заявление за подписью Геннадия Андреевича Зюганова на имя Нарышкина с требованием рассмотреть этот вопрос в поездке дня. Мы уверены, что при здравом подходе к решению данного вопроса Дума и все фракции поддержат эту инициативу московского студенчества и фракцию Компартии Российской Федерации в государстве Думы. Коррупция – это одно из главных зол нашего общества, одна из самых страшных и тяжелых проблем. Коррупция приводит к тому, что не может нормально функционировать ни государство, ни экономика, ни бизнес. Сегодня все, без исключения, обеспокоены тем, какого уровня достигло взяточничество, воровство, казнократство. Именно поэтому мы выступили с этой инициативой за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Общественность поддержала нас, ряд общественных организаций, огромную помощь оказала Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы благодарны Геннадию Андреевичу за оказанную поддержку, за доверие к нашей инициативе. Мы, безусловно, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы эта инициатива дальше получала наиболее широкое распространение освещения, чтобы люди включались в борьбу против коррупции, за чистоту рядов среди нашего чиновничества, за то, чтобы государство российское могло нормально жить, работать, а страна наша уверена развиваться. В субботу в 11 часов состоится большое шествие митинга в поддержку этой инициативы молодежи против роста цен в ЖКХ и роста цен на продовольственные и другие товары. Сбор у нас будет на площади Пушкина в 11, затем шествие и митинг на площади Революции. Так что приглашаем вас активнее поучаствовать и в этом мероприятии. Оно в ряду борьбы, эффективной борьбы трудящихся за свои права. Одновременно хочу еще раз вас проинформировать. Мы подвели итоги рассмотрения в правоохранительных органах и судебной системе грубейших нарушений, которые были допущены в ходе выборной кампании. Было предъявлено почти 8 тысяч исков. И говорю вам открыто, считаю, что судебная система тоже полностью поражена коррупцией и находится под пятой исполнительной власти. Из 8 тысяч ни один иск, абсолютно доказанный иск, не удовлетворен ни судами, ни следственным комитетом, ни другими правоохранительными органами. Мы считаем это полное безобразие. Сращивание судебно-правовой системы с коррумпированным чиновничеством и прикрытие воровства, невиданного воровства голосов на многих участках, будь то в Ростове, Москве или в других, свидетельствует о нездоровье общества. Поэтому настаиваем на том, чтобы инициатива молодежи была рассмотрена немедленно. Это письмо, которое и материалы подготовили наши молодые друзья и товарищи, сегодня будет вручено в Государственную Думу официально.